Если у человека вот это есть возбуждение, попытка справиться, что мы делаем? Нам нужно использовать здесь такую метафору, что ты как будто бы в болоте сейчас. Чем активнее ты барахтаешься, тем больше ты погружаешься в трясину. А так и есть люди говорят, да, действительно, вы знаете, я чувствую, что все мои попытки бесполезны. То есть мы тогда это все должны пресечь. Мы прямо приписываем человеку депрессию. Так и говорим, что вы, несмотря на то, что депрессия – это расстройство, вы тяжело больны. Вам тело подсказывает, что нету сил, и вы должны этому следовать. Как наши коллеги говорят, очень хорошо и метко, депрессия – это как будто бы грипп. Вот гриппом болели, у вас сил нет ничего делать, только у вас там температура есть высокая. Депрессия – это как будто бы грипп, только без температуры. Все остальное точно так же. Вы больны. И вам нужно лежать. Мы прямо приписываем человеку, что он должен не сопротивляться депрессии, а наоборот находиться в ней, погрузиться на ее самое дно, как можно меньше делать того, что не хочется, того, что не может. Я у клиентов спрашиваю, скажите, пожалуйста, вот из тех дел, когда вы себя заставляете вот через это «не могу» действовать, из всех дел, возьмем их за 100%, сколько процентов – это те дела, которые вы действительно можете, у вас есть на это силы, или вы хотите делать. Иногда люди говорят, да, 50%, кто-то говорит, 30% – это то, что я могу. Две трети я бы отбросил, и все, лежал бы. Кто-то говорит, 20% или 10%. То есть это тоже такая оценка тяжести депрессии. И мы ее приписываем, депрессию в том числе, мы говорим, что должны, значит, лежать, постараться по максимуму все дела отбросить, самые неважные, перегрузить их на членов семьи, ну, если есть семья, прямо так и сказать, что я ничего не могу, я должна полежать. Мы прямо запрещаем человеку делать вот эти бесплодные, предпринятые попытки решения. Вы не должны стараться себя развеселить, вы не должны стараться себя как-то заставить развеяться, пойти в какое-то общество, если вам не хочется, ничего подобного. Не смотреть сериалы, не заниматься сексом, попробовать какой-то волшебный массаж и так далее, и так далее. Ничего. Вот у вас есть эти прессии, вы должны, значит, лежать. Естественно, как люди лежат обычно, одна из предпринятых попыток решения, отвлечься. О, я лежу в сериальчике, я смотрю инстаграмчик или ютубчик. Мы должны прямо это прервать тоже, сказать, что нет, это должна быть чистая лежка. Я предписываю часы, чистая апатия, что вы ложитесь и лежите, в это время ничего не делаете, даже не телефон смотрите, не телевизор, не разговаривайте с кем, просто лежите. Человек, парадоксальным образом погружаясь в депрессию, начинает очень быстро из нее выходить. Как правило, через, вот у меня недавно консультация была, там у клиентки был депрессивный эпизод. Я ей предписал две недели депрессии, так и говорю, вы должны лежать и должны ложиться, находить несколько часов в день, хотя бы три, прямо ложиться и лежать, вот, в обед, вечером. Поддаваться этой депрессии, ничего не делать. Вот она рассказывает. Знаете, говорит, мне стало легче уже на второй день, я почувствовал, что у меня прибавляются силы. Ну, как вы сказали, как она говорит, я лежала две недели, как вы сказали. Мне хотелось спрыгнуть, подорваться с кровати, но я просто лежала, потому что знала, что так надо. За две недели я восстановился. Вот это правильная тактика при депрессии, при которой есть возбуждение. Но это, конечно, мы делаем только в психотерапии. Наоборот, если у человека есть полное торможение, полный отказ, человек даже не старается, мы должны, конечно, побудить человека к действиям. Мы так и говорим, что то, что вы отказались от действий, это прям как медленный суицид, что вы день за днем, как капля за капля, убиваете себя. Что вы сможете сделать самое минимальное? И мы предписываем человеку все-таки найти какую-то минимальную активность. Что вы смогли сделать через этот отказ? Ну, не знаю, я бы, наверное, смогла бы. Все, что я бы смогла, это чайную чашку после себя помыть. Отлично. Вот в следующий раз будете пить чай, помойте за собой кружечку, поставите ее на место и запишите это в дневник достижения. То есть мы начинаем с такой скрохотной минимальной активности и поддерживаем ее, и начинаем ее разворачивать дальше. Вот это тактики, которые отличаются при разных типах депрессии. И, конечно, дальше мы выявляем, да, человек становится лучше. Мы выявляем, какой тип разочарования у человека есть. Если в себе, разочарование в себе, там ключевая реструктуризация и такая. Как вы думаете, то, что произошло с вами? Это только вы не справились? Или в этих условиях мог бы не справиться кто-то еще другой? То есть нам важно, чтобы человек сам пришел к этому выводу. Когда человек понимает, что ситуация объективно могла быть тяжелой, с которой не только он или она могут не справиться. Эта ситуация облегчает. И дальше мы предписываем проработку травматического опыта, если он лежит в основе этого разочарования. Проработку самой депрессии, созерцания руин жизни. Прямо говорим, что вы должны это разочарование, вот это вот ваше горе по поводу того, как жизнь не сложилась, например, или как она разрушилась, вы должны взять и описать. Прямо упиваясь, это депрессия. То есть мы опять ее предписываем таким косвенным образом, но и канализируем тем, что человек начинает об этом думать и начинает это фиксировать. Вообще письменные практики, они очень хороши. Они часто помогают получить такое отстраненное отношение к ситуации, выплеснуть чувства и кое-что пересмотреть. Если у человека разочарование в других людях, то здесь важно различать доверие и доверчивость. Доверчивость – это такая детская позиция, инфантильная. Вот ты доверяешь, доверяешь, и что ты в итоге получил. А доверие – это такая взрослая штука, когда мы делаем некий волевой акт, что ли, волевое усилие, что мы предпочитаем доверять, зная, что наше доверие может быть неоправданным. Но это наш выбор взрослый. Потому что доверчивость – это, конечно… Вот маленькие дети, они не могут не доверять, потому что они зависят критически от взрослых. Если такое же отношение есть у взрослого человека, мы говорим про инфантильность. Вот мы различаем тогда эти две вещи, и человек часто обнаруживает, что мое разочарование в других людях было связано с моей доверчивостью, что я не обращал внимания на какие-то признаки. Мы опять прорабатываем травматический опыт, мы опять даем, как правило, письменные задания. Это письма гнева, депрессии, чтобы выразить депрессию. Письма гнева, да, чтобы человек выразил гнев. Это очень хорошее чувство, которое приходит на этапы выхода из депрессии. Люди начинают злиться, особенно разочарование в других. Люди начинают злиться на других. Письма гнева – это когда человек описывает все то, что он хотел бы высказать, да, может быть, уже не может высказать тому человеку, условно обидчику, тем плохим людям, в кавычках. Хотел бы высказать, задать те вопросы. И, может быть, даже то, что хотел бы сделать, включая самые темные пожелания, какие-то страшные казни со своими обидчиками, чтобы вот эту эмоцию включить, чтобы признать эту часть, что я могу злиться. А злость – это очень сильная эмоция, она помогает выходить из депрессии и вообще справляться с жизненными трудностями. То есть письма гнева, да, если уместно. Или огненные письма. И разочарование в мире в целом. То есть мы тогда говорим, что, как правило, человек считает, что если он будет таким хорошим, правильным, то никакие несчастья, беды его не настигнут. Как будто бы, знаете, вот вселенная должна на это откликнуться, она же видит, какой ты хороший, да. И человек поддерживает себе вот эту правильность, старается изо всех сил, но вот это чертово но всегда. Мы тогда проводим реструктуризацию в том виде, что вот вы старались, старались, да, вы создавали вот этот образ правильности в себе, но, как оказалось, что это? Это ловушка. Чем больше вы старались, тем больше выяснилось, что миру до этого нет никакого дела. Ваши надежды не оправдались. По вашей правильности то, что происходит в мире, не всегда так сильно связаны, да. И дальше мы даем задание наблюдать за миром, либо в формате дневника, да, чтобы человек увидел, что мир – это не то, чем мы можем магически управлять, да, типа я позитивно думаю, и мир на это откликается. Нет, нифига подобного. Чтобы человек увидел вот это разнообразие мира, и, конечно, мы включаем критический дневник, чтобы человек мог критиковать мир, выразить свое неудовлетворение тем, что этот чертов мир не откликнулся, что он такой-сякой, нехороший, не оправдывает ожидания человека. Но чтобы у человека чувство канализировалось, чтобы оно не осталось внутри, но и не валивалось через жалобы, потому что мы всегда запрещаем это обсуждать. Если у человека есть навязчивые мысли, которые обслуживают эту депрессию, мы даем дневники, диктанты, мысли, например, чтобы эти мысли тоже выявили, и так далее, и так далее. То есть мы смотрим на те механизмы. Но ключевые здесь вот два момента. Либо возбуждение, либо торможение. От этого зависит наша тактика. Мы так идем или так. И какой тип разочарования. Мы дальше работаем с ним. Конечно, мы используем, когда человек выходит из депрессии, дальше мы начинаем его притормаживать, потому что ура, мне стало лучше.